Итак, ребята, это у нас казино. Снимать особо нельзя, поэтому так чуть-чуть покажу и выключаюсь. Ну вот так выглядит отель. Сейчас вам покажу немного самая интересная деталь, которая здесь есть. Это вот эта замечательная птица. Она просто огромная. Итак, сейчас будем заселяться в отеле. Ждем 4 часа. Уже скоро дадут мне комнату отдельно. Что здесь у нас? Я думала, будет с поселением, но оказалось, что отдельно. Это очень даже хорошо. Здесь у нас что? Это всё отель. Ну что, я уже здесь была один раз. Ух ты, увидела какие-то лошади или что-то там, быки. Нам подавать и посмотрим. Но я здесь была один раз с мужем, и я не помню. На этот раз я приехала с родителями. Это отец и мама. И что я хочу сказать. Ранее я не... ну как-то я не любила это место. Можно даже сказать... так по-английски, если сказать... Ненавидела вообще это казино. Ну а по-нашему, так скажем, мягко... Просто терпеть не любила. Поэтому я не часто посещаю эти места. Хотя возможность была очень часто их посещать. Но вот на этот раз я думаю, а почему бы нет? Думаю, дай-ка я всё-таки из дома выйду. И, ну, по крайней мере, так скажем, пошляюсь. Здесь есть джакузи, здесь есть бассейн. Думаю, почему бы нет? Я же не буду всё время играть-то. Но тем не менее, ребята, я выиграла. 17 долларов и плюс 20 долларов. 37 долларов вообще ни за что. Бесплатно. Карта даётся на 50 долларов. Бесплатно первая. Поэтому я не затратила никаких денег. Но 37 долларов получила. Хай! Так, давайте ещё Орёл посмотрим. Орёл, Орла. И пойдём смотреть комнату. Так, включила обогреватель. Потому что холодно. Дует. Ну, в общем, комната как комната. Всё, всё как обычно. Ой, тепло пошло так хорошо. Здесь нет кофе-пад. Это, то бишь, кофе делать нет. Как обычно в отелях. Но есть стаканы. Это уже хорошо. Телевизор. Такая большая кровать. Лампы. Всё очень чисто. Хорошо. Красиво. Большая комната. Здесь ванная, туалет. Всё как обычно. Где у нас включается? Где у нас? Да. А, нет, ребята, пожалуйста. Здесь оказывается, видите, кофе заваривать или чай. Можно просто кипяток налить и можно чай делать. Значит, стаканы. Всё есть, всё есть. Ванная, туалет. Всё прекрасно. Всё прекрасно. Прекрасная маркиза. Так, раздеваюсь, переодеваюсь и отправляюсь в бассейн. Бассейн. Я думала, что не будет кофе заваривать. Поэтому я взяла, я специально купила для этого дела, как вам сказать, такой, как она называется, я не знаю, как называется, но закипятить воду можно. Чтобы можно было заварить кофе или чай. В общем, кипяченая вода небольшая такая. Ну, в общем, я буду распаковываться, покажу вам. Ну, в общем, всё так хорошо, всё прекрасно. Идём купаться. Перед тем, как я отправлюсь в бассейн, давайте мы посмотрим кровать. И я хочу поделиться с вами моими наблюдениями. Дело в том, что есть одна очень деталь. Это мои наблюдения. А там уж не знаю, если вы примете на заметку или нет. Кровать очень белоснежная, чистая, белая. Смотрите, покрывало, одеяло, простынь и подушки. Мягенькие четыре подушки. Всё очень-очень белоснежное. Всё очень чистенько, белоснежно. И имеются такие покрывала. Так вот, если вы уже переоделись, ну и так сказать, можно сказать, в нижнем белье, да? Если вдруг, то я бы вам не советовала садиться на это покрывало. Я бы вам не советовала укрываться этим покрывалом. Что я делаю? Я это покрывало убираю вот туда. И пользуюсь только этим одеялом с простынёй. Вот это даже свои вещи. Не надо было бы ложить на покрывало. Вот это всё убираем. Вот таким образом. И тогда уже можно присаживаться на одеяло или там на простынь. Я уж не знаю, как вы захотите. Но дело в том, что это стирают. Это стирают. Подушки, наволочки стирают. А покрывало стирают ли или не стирают, неизвестно. Но если даже стирают, но не так часто, как это всё. Почему я вам не советую пользоваться этим покрывалом? Потому что американцы, если заезжают, то свои сюкейсы, они сразу бросают куда? На кровать. Они могут запрыгнуть вместе с обувью на кровать. Они могут просто лечь-прилечь вместе с обувью, не разбываясь, просто на покрывало. Но самое главное то, что вот эти сюкейсы, они очень грязные, где не только там не были по всем автобусам, непонятно, самолётам и ещё где-то что-то. И всё это находится на этих покрывалах. Поэтому никогда не пользуйтесь этим покрывалом. Всегда убирайте. Вот такие мои наблюдения. А там вообще не знаю, вы примете это на заметку или нет, но я заметила такую деталь. Так, булари. Ой, подождите, нужна карта, минутку. Ну что у нас? О, парилка. Джакузи. Отлично, отлично. Тут ещё такие комнаты, которые я не буду там близко подходить, потому что люди находятся там, чтобы не думали, что заглядываю. Там присутствует кухня. И с этой стороны тоже присутствуют такие комнаты. Ох, детвора орёт. Я так понимаю, что это комнаты, в которых можно отдохнуть, что ли, я не знаю. Видите? Ну я так, наверное, думаю, я не знаю. Я ещё переспрошу, что это за комнаты. Ой, шикарно, шикарно. Ну что? Горячая вода, то, что надо для меня. Там всё-таки более прохладно. Всё, иду обратно. И где-то там вдали горит свет в туннеле. Моя комната. Аж там в конце. Это такие же самые комнаты, как люди снимают, но выходящие прямо к бассейну. Так что, видите, удобство. И там, конечно, комнаты намного большие. Там две комнаты, очевидно, спальня. И дайнинг-рум, это, не знаю, как столовая. И для отдыха. В общем, супер, я бы сказала. Для большой семьи, понятное дело. Так, ой, я, кажется, прошла мою комнату. Возвращаемся назад. Да-да-да-да-да, здесь. Ну что, девочки и мальчики, давайте будем собираться. Вернее, я буду собираться. Новая стрижка. Наверное, коротко, но ничего, отрастёт. Одеваемся совершенно просто, потому что, ну, людям просто не до этого смотреть, кто как что одет, понимаете. В футболках, в джинсах, в шортах, не знаю, в пиджамах играют или не играют, не знаю. Но мои украшения, как всегда, при мне. Сегодня на мне. Смотрите, какое красивое украшение. Но я хочу вам всё-таки объяснить, почему я терпеть не люблю это дело, это казино. Потому что я прекрасно понимаю, что в казино должны деньги входить, и процентов может быть 10, но не знаю, если 20 процентов выходить. Да, 20, кто-то, по-моему, там ходит. А 30, 50, там 100, 200 долларов можно выиграть. Но я не верю, что можно выиграть, но просто большие суммы. Ну вот многие люди верят в это. Я не верю. Но, тем не менее, видите, мне получилось с моим неверованием таким выиграть какую-то маленькую сумму. Но много пенсионеров, людей уже таких в возрасте, и молодые даже, и вы видели с детьми, да, приезжают, потому что здесь много разных развлечений. Бассейн, шоппинг-центр, ну и рестораны разные. В общем, можно провести приятное время. Пенсионерам особенно поездка, посмотрели, пообщались. Это то, что очень важно для них, потому что многие люди просто живут сами, и не с кем пообщаться. А это очень даже им нравится. Ну, как видите, таким образом пенсионеры развлекаются. Я сейчас пойду проверю, что у нас там на шоппинге делается. И буду играть или не буду, не знаю. Пока придержу мои деньги. Но у меня такая позиция, что это деньги, выброшенные на ветер. Я это так представляю. И когда мы приезжали с мужем, он играл, не получалось выиграть. Я ему говорю, всё, прекращай, прекращай. Если хочешь выбросить деньги на ветер, ещё больше, лучше отдай их мне. Я им найду нужное применение. Ну, вот такая у меня позиция. Но, тем не менее, надо уметь себя останавливать. Если уж вы приехали, всё равно никуда не деться, надо поиграть. Это как бы подстёгивает вас, даёт какой-то азарт. Ну, в общем, уметь надо остановиться. Но многие люди не умеют остановиться и выбрасывают сумасшедшие деньги. Ребята, сумасшедшие деньги выбрасывают. Это просто жизнь портится у них, понимаете. Доходит, это, наверное, не только здесь, это везде, везде. Сколько распадаются семей, столько горя из-за этого приносит. Это казино, эти все разные игры. Но, тем не менее, видите, этот бизнес существует и процветает, процветает. Ну, вот, видите. Поэтому я и не люблю такие места. Не люблю. Но, если так просто провести время приехать, посмотреть, потусоваться, ля-ля-ля, тра-та-та, поговорить, то почему бы и нет. Ну, вот такие мои рассуждения по этому поводу. Все, пошла я погуляю. Потом приду, буду монтировать видео. Ну, а вам желаю приятного просмотра. Всего, ребята, хорошего. Казино показывать не буду, потому что не разрешают показывать. Ну, а шопинг, не знаю, что там. Если будет что-то показывать, я покажу. Все, ребята, приятного всем просмотра. А я побежала. Пока.